У меня сегодня вообще был день полный такой съемок. То одно, то второе, то третье снимали. И завтра такой же будет. Надо на пузырный канал отснять ракетки. Я же хотела на море поехать. На море не получается. Потому что как бы заказы дополнительные не пришли. Получается, что ехать не на что. Туда ехать надо хотя бы тысячу на дорогу и на катание там. Ну, хотя бы да, она получается. Видите, зима мы хотели на Тартугу ехать. Это даже больше. На бензин только тысяча. А сейчас получается, надо корм индюкам купить. Мы же не можем их всех убрать, потому что их складывать некуда. Придется их как бы держать и постепенно убирать. Да, кстати, вот оказалось индюков не так просто выращивать. В плане... Мы холодильник успели заполнить пока их ждали. А теперь они не влазят. Чтобы под одного индюка место освободить, надо очень много мяса съесть. А мы уже мясо наелись. Ну и вот. Над индюкам корм. И еще у нас с электричеством тут оказия. Когда летом... Нет, не летом. Зимой держали птичек. Этих перепелок. Нам приходилось их греть. А мы еще по глупости грели их слишком сильно. И электричество как бы лишнего нас греть. Потом брудеров было много. Я же брала кур несколько этапов. Постоянно по кругу эти три брудера работали очень долго. И получилось, что тоже электричество много нажгли. И отчасти выплатила. Пока у нас электрическая компания снимает как бы показания. И в итоге пишется и оно меньше. Я вперед немножко платила, платила, платила. И в самый ненужный момент, когда самый напряженный месяц, они насчитали весь объем. И, короче, у них какие-то там эти... Странно очень. Сначала позвонил робот, сообщил о том, что у вас задолженность образовалась. Ну, я хоп, сразу небольшую сумму кинула. Как бы треть почти. Потом, значит, пришла смс-ка о том, что... Ну, уже за минусом это кинутый третий. Что у вас задолженность, у вас типа месяц. Вот. И через некоторое время я еще одну треть кинула. Осталось, по сути, чуть больше одной трети. Вот. Ну, почти треть кинула. Не треть. Вот. Чуть больше одной трети осталось только. И они письмо, короче, присылают. И такие задним числом вообще раньше, чем вот этот вот робот звонил, пишут, короче, последнюю сумму задолженности. И типа у вас уже времени осталось. Если вы сейчас же не оплатите, мы вам отключим. Ну, я заняла. У бабушки денежку. И... Ну, ей проще отдавать, чем электрическая компания. Но у меня все равно еще осталась небольшая сумма, которую мы должны внести. А заказов сейчас нет. И, в общем, в последний... До последнего буду ждать заказ. Если нет, не будет, то вынесу, и мы окажемся на небольшом таком это... Как это называется? Намели его. с очень маленьким запасом. Будем ждать пособия, пока придут на детей, чтобы скомпенсировать. Еще и газовики не идут. Я заказала счетчик, потому что без счетчика нам пять тысяч надо платить. Это вообще очень много. А они не идут, короче, не звонят, не говорят, что наша очередь. На следующей неделе надо ехать узнавать. Уже первую сумму на пятерку насчитали. Ее придется способия платить. Короче, капец. Все одно к одному. Но, как я обычно говорю, после черной полосы всегда идет белая. Поэтому, чем чернее полоса, тем белее. Я жду следующую. на фоне этого тут еще он с Катюшкой. Захожу, короче, она пластилин открывает. А там 24 цвета бачка была. И она с ней один раз только в школу сходила, а там пластилина нет вообще. Я говорю, ты как это? Ты что там такое лепила, что весь пластилин извела, типа. А я, говорит, делилась с у меня, говорит, много кто позабывал. Я, говорит, с ними делилась. Блин. А пластилин это не осталось. И купить его не на что. Вот реально. Эти большие пачки мы покупали в Ашане, по-моему, или в Ленте. Не помню точно где. Но если видео поднять в эти back to school на это увидим. По 24 цвета я там по дешевке покупала. И Катя тогда сказала, что ей не надо. Эти две пачки были куплены вообще Лиски. То есть Лиске тебе надо докупать пластилин. И у Кати его нет. Не осталось после одного занятия. как объяснить ребенку грань между делиться с друзьями и через чур делиться, что потом как бы мама оплатила пластилин всем детям. Что делать главное теперь? Ну, сказала ей, что если будет занятие по пластилину, то, пардон, будешь, значит, получать оценку. им снижают на один балл, если пластилина нет, ученица дает пластилин и на один балл снижает оценку. Значит, будешь получать, если тебя потом не выручат, я кого-то выручала. Ну, я говорю, ну, ты делишься, тебя, допустим, просят зелененький, ты оторви кусочек и дай. Она у нас любит так с барского плеча, давайте это. Короче, еще один пункт в список. Мой список надо купить, но пока откладываем. Он растет и растет, растет и растет. Короче, надо придумывать срочно второй доход в нашей семье. Потому что вот когда у нас в Томске был театр и была фабрика мыльных пузырей, мы снабжали реквизитом, тогда куда ни шло, нам все хватало. А сейчас у нас получается полноценный член нашей семьи добавился, Мишка, который уже со своими запросами и которому тоже нужны пластилины, карандашики и прочее, прочее, куча всего шмотки надо, ему надо обновлять штаны. Штаны у нас старые, но вы видите по видео, но не могу пока будем их донашивать, потом куплю новые. Новых надо покупать сразу 3-4 пары. Нужно купить новые кофты с длинным рукавом, потому что те, которые на него есть, они как бы на 3-4 года, но мальчик-то вырос, у нас ему хоть и 3,5, но приходится на него покупать вещи на 5-6 лет, иначе он по плечам, по ширине не входит. он он и ростиком выше, мы даже на площадке сравнивали Мишку с другими детьми его возраста, и он больше, вообще реально больше их. Ростенький мальчик, богатырь, но в связи с этим из вещей, которые на 3-4 года, он благополучно к 3-4 годам вырос, и надо покупать новые. Вообще сегодня посидела, даже немножечко порасстраивалась, потому что одним из моих проектов является YouTube-канал, но это все не так просто, хоп, и выстрелить на YouTube, чтобы канал выстрелил, начал набирать много подписчиков, и расти резко, хоть мы с вами допустим смотрим, да, видим, что каналы хоп, она выстреливает, просто махом начинает набирать подписчиков, на самом деле, как правило, это не первый канал, не первый год у этого блогера, либо ему крупно повезло, например, дневник приемной мамы, наверное, смотрите, многие вы, и я смотрю, Тамара, она даже, когда еще не очень умела снимать, она понравилась вредине лайф, и да, ее прорекламировала, я, кстати, тоже пришла вот по рекомендации вредины лайф на ее канал, и сначала мне сложно было ее смотреть, она немножечко как бы занудно, что ли, говорила, а потом со временем, как у нее подписчики начали расти, она сейчас вообще очень хорошо ведет канал, прям мне нравится, как она рассказывает, вот, но тогда я ее смотрела, зацепилась за Женьку, которая, черненькая девочка, за ней наблюдала, а потом что-то раз, тянулась, привыкла, и уже стала за ними наблюдать, а потом видео стали лучше, вот, но ей конкретно вот повезло, ее просто прорекламировали, может быть, можно заказать рекламу, там, оплатить, и тоже повезет, хотя вряд ли, потому что, если ты нормально уже снимаешь, наверное, тебя так найдут, может быть, кто-то прорекламирует, может быть, мне когда-нибудь повезет, в общем, сегодня даже взгрустнулась немножечко, что так, все медленно, потому что приходится, как бы, работу работать, потом пытаться с каналом, пытаться там по дому все успеть, и периодически идет выгорание, естественно, оно у всех есть, но я стараюсь ему не поддаваться, я стараюсь, как бы, не снижать. Вы знаете, что я два, кто давно смотрит, что я два раза, ну, как бы, передышки делала на канале, на этом, и переставала даже снимать, вот так вот, из-за творческого этого выгорания, но потом подписчики начали активно прибавляться и больше писать комментариев, и это мне помогает не прекращать снимать, так что, короче, ставьте лайки, близ, подписывайтесь и пишите комментарии, и полгода-года я начну еще лучше снимать, я на самом деле тут залезла сегодня и посмотрела старый ролик, ааа, это вообще, это жуть, господи, я еле сдержалась, чтобы его не удалить, и вот сижу и думаю, может его все-таки удалить, потому что он ужасный, хотя, с другой стороны, в этом ролике мы нашли Масю, а Маски сейчас нету, ну, ролик-то у меня понятно, сохранится, на компьютере сохранится, кстати, еще одна, видит прикол, ребят, кто снимает, так же, как я, кто, типа блогер, вот, куда вы деваете ролики, удаляете вы их с компьютера или храните, у меня как бы место на выношном винчестере еще есть, мы его давно купили, но место еще есть, и я не хочу удалять даже старые ролики, потому что, по сути, это видеоархив нашей семьи, но, когда даже место кончится, или вы покупаете новые винчестеры, и новые, и новые, и такая стопка, стопка, стопка винчестеров, кстати, очень жалко, что я не снимала блог, когда лиска была маленькая, где-то должны быть маленькие такие видеосъемки, по чуть-чуть, Катюха, тогда у меня первая видеокамера появилась, когда Катюха родилась, вот, сейчас так прикольно было бы посмотреть, как вреднее тело лиска, да, Лиза? А Лиза не хочет, а я хочу, так что, в принципе, даже, когда мне лень снимать, я говорю себе о том, что когда-нибудь я посмотрю, года через три-четыре эти ролики, и будет прикольно, когда дети вырастут, я буду смотреть, какие они были хорошие, вот Катя раньше не была вредная, а сейчас вредная, местами очень сильно, сегодня они дружно, говорю, сделайте папе и маме чаю, дружно отказались делать, а потом Лиза меня задабривала, она мне чай с лимоном принесла, правда, мы потом узнали, что Катя заварку старую заварила, но лимон все перебил, я верю, что Лиза из какой-то виртуальной заварки заварила чай, ладно, что-то меня уже куда-то понесло, не в ту степень, в общем, пора уже, не скребись, пора уже укладываться, надеюсь, что сегодня мне получилось еще искренне разговаривать с камерой, чем раньше, кстати, если вы вдруг чувствуете какую-то неискренность, вы как бы это, делайте скидку на то, что, короче, любому человеку, который не сильно долго снимается, ему сложно с камерой разговаривать, вот реально сложно, мне реально стало проще разговаривать с камерой, когда появились постоянные подписчики, которые пишут комментарии, и я когда говорю что-нибудь вам рассказываю, я думаю про вот тех, кто пишет, я ваши имена все знаю, все помню, потому что канал у нас пока маленький, поэтому я вас всех-всех поименно знаю, и я как бы с вами разговариваю, так гораздо проще, потому что сначала, когда мне надо было разговаривать с камерой, я ставлю камеру напротив, говорю и думаю, Господи, выглядит это как будто я со всем умом тронулась и сама с собой разговариваю. И на людях было сложно снимать, а сейчас ничего. Мне одну важную вещь в одном ролике. Журналист обучает, как правильно снимать, и он сказал одну важную вещь, которая меня подвигла снимать на людях, и не стесняться их. Не думайте о тех, кто может на вас посмотреть. Думайте о своих зрителях, для которых вы должны снять ролик. Если вы не снимете его, то вы их подведёте. Поэтому, дорогие зрители, особенно те, кто постоянно смотрит, особенно те, кто пишет комментарии, и я про вас знаю, потому что те, кто молчаливые зрители, я, к сожалению, не знаю даже, как вас зовут. Напишите хотя бы через раз, пишите комментарии, чтобы я вас тоже запомнила. Вот для вас я снимаю. Ну, а на сегодня всё. Я думаю, что я вас уже заболтала, и я вам уже надоела. А если мне надоело, то поставьте лайк. Вот. Посмотрю, кто меня до конца досмотрел, кто выдержал этот монолог. Ну, напишите, что вы думаете по поводу моих мыслей в комментариях. Мне будет очень интересно почитать. А я прощаюсь с вами. Пока-пока. До следующего видеоролика. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok